Остров Уэйк, 3400 километров к западу от Калифорнии Тамара Хоуп, Ричард Фитцпатрик, Габриэл Хоган и другие Композитор Шон Кэллери Международный аэропорт Сан-Франциско Постарайся освободиться на следующей неделе И пусть Рэймонд из дизайнерского отдела вышлет мне проект завода Хорошо? Может, отдашь мне ключи, когда пойдем на посадку? Нет, нет, не опаздываю Это я своему сыну Успею, не волнуйся Пап, ну чего ты? Дак, пусть скинет спецификацию из Тали Когда прибывает 52-й? Посадка в Токио в 11.15, багаж сдаете? Нет, все собой Не опоздайте на посадку С ними все будет в порядке Не волнуйся, пап, они там не задохнутся, пойдем скорее Пойдем Мне все равно, чей там день рождения, как сложно достать билеты Через неделю экзамен, так что сиди дома и готовься А возить тебя в аэропорт не можно Не умничай, тебе просто нужна машина Ну и ладно Нет, не ладно Мы договорились, так что ты должен сдержать слово Договорились? Это ты решил, что мне нужен колледж? Да? Это твое будущее Все, мне пора идти Сядем, позвоню Вдруг тебе понадобится помощь Хочешь меня проверить? Ну все, пап Кончай Ну раз ты так хочешь Эй Ничего не забыл? Параману Нельсона Деммеля и Томаса Блока Режиссер Ти Джей Скотт Заканчивается посадка на рейс 52 до Токио Пассажиров просят пройти к выходу 24 Работа приборов Все в норме Гидравлика Есть Радиолокатор Работает В 8 тысяч километрах штормовой фронт Хорошо В багажном отделении два золотистых ретривера Владельцы Харальда и Карла Штайн Дэвид, звони Шерон, пора приниматься за дело Шерон, у вас там все в порядке? Дожидаемся последнего пассажира Как всегда в моем секторе Простите, сэр, можно ваш талон? Прошу вас наверх Доброе утро, говорит капитан Уильямс Вас приветствует компания Pacific Global Airlines Ваш самолет летит в Токио без пересадок До взлета осталось несколько минут Устраивайтесь поудобнее и приятного полета Успел? Позвольте ваш пиджак Спасибо Так у вас будет более свежий вид Для этого уже поздно Желаете что-нибудь выпить? Да Ну, пожалуй, ограничьесь кофе Мне еще работать Хорошо Может, позже Ну все, Декс, пора лететь Точно без папы самолет не взлетит Я тоже тебя люблю, малыш Пока Простите, сын Чего страшного, папаша Привет Все в порядке? Да О чем мне нужно знать? У нас внизу два золотистых ретрилера Мистер Стайнер разрешается посещать багажное отделение во время полета Все ясно? Можно забрать, Дэйв? Да, спасибо Все, ребят, поехали Центр управления Pacific Global 52 готов к буксировке Сан-Франциско Поняла вас, даю разрешение Он подвел не только тебя, но и меня Простите Мы готовимся к взлету, вам придется выключить телефон Мама, извини, мне тут не дают поговорить Какая разница, везде одинаково Вот именно, так давай поменяемся Пожалуйста Ну ладно Простите, прошу вас занять свои места Хорошо Просим вас выключить мобильные телефоны и другие электронные устройства Благодарим вас А это я конфискую Надо еще раз проверить меню Если возникнут проблемы, у нас не будет времени, чтобы... Расслабься хоть на секунду, все под контролем Нет, мы открываемся через три недели Все может произойти Вдруг уйдет метродротель, вдруг не привезут кулеры Вдруг ты не замолчишь? Где стюардесса? Нужно напомнить и от конференцзала Экипажу пристегнутся и приготовятся к полету У вас с ним точно одни гены? Он плавал там, где помельче Что? Центр Пасифи Глобал 5-2, готов к взлету Вас поняла, 5-2, можете приступать Прибавить скорость? Есть прибавить скорость? Убрать закрылки Закрылки убраны Включить демпфер искания Демпфер включен Окленд говорит Сан-Франциско Передаем вам пассажирский Пасифик Глобал 5-2 5-2, вы входите в воздушное пространство Окленда Свяжитесь с центром управления на 132,5 Удачного полета Оклендский центр говорит Пасифик Глобал 5-2 Поднимаемся на высоту 20 тысяч метров Маршевая скорость 930 узлов Вас поняла, 5-2, вижу вас, эшелон 20 тысяч свободен Как и запланировано по вашему маршруту Остров Уэйк, ракетно-испытательный центр Секретность соблюдается В курсе только присутствующие пилоты в воздухе, адмирал Командир Пилоты ждут сигнала к началу испытаний Хорошо Предполагаемая дальность полета ракеты 800 километров, сэр В случае успеха система Феникс удвоит дальность наших ракет воздух-воздух Расстояние огромное Да, сэр, но нам это по плечу Беспилотная мишень, сброшенная СС-130 Будет поддерживать круговое движение на высоте 20 тысяч метров Ф-18 начнет движение к мишени с локальной скоростью звука В моменту поражения скорость ракет увеличится на полтора километра в секунду Значимое ускорение, сэр Отсутствие боеголовки не повлияет на результат? Мы заменили её титановым наконечником Попадание будет точно Полковник, С-130 сообщает о сложных метеоусловиях Шторм собирается сам утром Может, стоит всё отложить? Дополнительная проверка для ракеты, адмирал Сторм перевели в разряд тропический Мы будем выше его Только вот встречный ветер может нас задержать Смерим курс? Ты скоро сядешь в моё кресло Как бы ты поступил? За полтора часа мы обогнали график Значит, будем вовремя И что же? Сэкономим топливо, пассажирам будет спокойнее Почему нет? Ну что ж, с неё можно на пенсию Вы вдвоём справитесь Буду сидеть с внуками, играть в гольф Главное, не играйте в гольф с внуками Я видел ваш удар Пожалеете, детишки Да, очень смешно, юморист Окленд-Пасифик-Глобал-5-2 Хотим сменить курс в связи со Штормом Вас поняла? Разрешаю смену курса? Там проходит пограничная зона Да, там ведут военные испытания Проложите альтернативный маршрут? Нет, мы держимся в своей зоне, а не в своей Начинаю поворот Ещё кофе? Да, спасибо Как раз вовремя Неплохо Что? А-а-а Стараюсь ответствовать Мне это знакомо Мы находимся на высоте 20 тысяч метров Скорость ниже звукового барьера Вы можете передвигаться по салону Наслаждайтесь помятым Мы подумываем сменить название ресторана Вот как, я тоже Как насчёт настроения Микки? Меню меняется каждую минуту Как остроумно? Сменим меню Это была шутка У нас всё готово, генерал Свяжитесь С-130 Выпустит мишень Navy 559 Говорит база Приём базы Говорит Navy 559 Я на месте Выпустит мишень Это Дак Оставьте сообщение после гудка Слушай, извини, что давил на тебя Когда я вернусь, мы с тобой сядем и поговорим о колледже Хорошо? Ну вот Люблю тебя Ты где там? Занимайся Пока Значит так, острец забирают в Массачусетске в 6 И к обеду они уже в Токио Красота Если они подпишут контракт Если мы сможем принять поставку Если нас ничто не задержит Рэчо, может быть, как ты? Да, пусть оставят тележку Что? Что я сказал? Потрясно Скорость мишени приближается к двум махам Свяжитесь с Navy 347 Navy 347 Navy 347 Navy 347 Говорит база Подтвердите захват мишени Подтверждаю 347 Предварительный захват мишени Мистер Штайн Простите, вы 106 Орнесса? Бортпроводница Меня называли их хуже Меня просили проводить вас вниз Звучит зловеще Может тебе самому принять их, пап? Успокойся Я спокоен Совершенно Хотя бы Картер с Кеннеди мне обрадуется Вот, там сказано, каждые два часа Прошло почти три Все в порядке, они же там вместе, и мне скучно Ты права, с ними все в порядке Туда О, простите На земле он совсем другой Я за ним присмотрю Тут есть второй туалет? Да, с той стороны Нам сюда Карл, передай кабинокль Что там? Наверное, военные отрабатывают маневры на большой высоте Мы так отклонились на юг Мы рядом с военной зоной, но границ не нарушали Больше не вижу Что скажете? Эта штука ушла направо Карл, выгляни в окно кухни Может быть, увидишь ее? Только тихонько, ни к чему поднимать панику Если приблизиться, мы свернем Скажу пассажирам, чтобы вернулись на места Дамы и господа, говорит капитан Мы входим в зону турбулентности Прошу вас вернуться на свои места и пристегнуться Благодарю Как можно такое надеть? Знаешь, с кем она встречается? Не говори Простите Navy 347, сообщите положение цели База Navy 347, сверяй расстояние до цели 780 километров Прием Фокстрот Альфа Виски Огонь по готовности Navy 347, говорит база Фокстрот Альфа Виски Огонь по готовности Повторяю Navy 347, фокстрот Альфа Виски Вас понял, база Запуск Вот они, не ударьтесь Спасибо Привет, ребятки Соскучились Часто они летают? Нет Это впервые Так я договорился с девочками Если меня переведут, вся семья на год переезжает в Токио Да, ребятки Шэрон? Эй, все пассажиры должны быть на местах Поднимаемся База, говорит Navy 347, подтвердите, что мишень была одна Navy 347, говорит база, подтверждают цель одна База, вижу две цели Это ненадолго, мы скоро откроем конференцию Хорошо, одну минутку Это истребитель? Нет Это беспилотная мишень Теряем давление Pacific Global 5-2, ответьте Oakland, ответьте Я включу автопилот, спустимся вручную Выпускаем цепторы Выпущены Хорошо Включай автопилот Пусть ведет нас с трех тысяч Боже милосердный На какой мы высоте Эшелон 17 тысяч Скорость снижения 3,5 тысячи метров в секунду Скажи, что мы надели кислородные маски Надеть маски Автопилот готов вести нас с трех тысяч Три минуты Нужно быстрее, иначе не хватит кислорода Не могу Потеряем закрылки Держи палец на автопилоте Нажмешь перед тем, как отключиться Капитан 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 Держи палец на автопилоте Сэр, тут что-то странное Сигнал мишени активен От ракеты я сигнала не получаю Нави-347, говорит база У нас противоречивые сигналы По нашим мониторам ракета достигла цели Но мишень все еще активна Как слышите? Подтверждаю попадание Мишень в состоянии свободного падения Скорость снижения Три с половиной тысячи метров в минуту Возможно, ракета только задела мишень Без боеголовки она могла не повредить передатчик Скорость падения слишком низкая Возможно, удар нарушил форму корпуса Замерлив падение База, говорит Navy-347 Скорость снижения мишени снижается Три тысячи метров в минуту Две с половиной тысячи Тысяча восемьсот Мишень сохраняет высоту Три с половиной тысячи метров Три сорок семь Немедленно приблизьтесь к мишени Вас понял До мишени семьсот семьдесят километров Расчетное время шестнадцать минут Прекращение падения может объясняться только одним Расчетное время Мне это известный адмирал КОНЕЦ База «Нэви-347» Вижу мишень Мы попали в пассажирский самолёт Повторите ещё раз Ракета попала в пассажирский самолёт В правом борту пробоина диаметра около метра В левом фюзеляже метра два За пределами нашей зоны? Не могу сказать, сэр, на границе Ракета могла захватить цель за пределами зоны Это возможно, сэр, если объект находится близко к границе зоны при высокой тепловой сигнатуре Кто летел так высоко? 3-47, можете назвать самолёт? База, это «Пасифик Глобал Стратон» Новый сверхзвуковой летает из Сан-Франциско Почему нам не сказали? Сказали, сэр, они вышли за пределы обычного коридора 3-47, на борту есть выжившие Никакого движения в кабине не видно Я в 100 метрах от самолёта Сохраняйте безопасную дистанцию для наблюдений Самолёт нестабилен Приём Понял вас, База Идите КОНЕЦ 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 О, Боже! Боже! На помощь! На помощь! Сюда! Сюда! Где вы? Я вас слышу! Помогите! Иду! Я здесь! Иду! Не могу открыть дверь! Проверьте замок! Отперт! Сейчас! Не уходите! Не оставляйте меня! Прошу вас! Ждите! Я вас не брошу! Прошу! Прошу вас! Иду! Держитесь там! Толкайте! Все в порядке? Они все мертвы? Нет! Вы лжете! Они не двигаются! Слушай меня! Они без сознания из-за декомпрессии! Это просто обморок! Я попытаюсь найти кого-нибудь из членов экипажа! Стойте! Стойте! Я видела стюардессу около лестницы! Где? Вон там! Вон там! Пошли! Пригнись! Пригнись! Слышишь? Вот так! Быстро! Мы здесь! Сюда! Мы сейчас! Электричества нет! Дверь надо открыть вручную! Ну вот! Вы не ранены? Нет! Вы в порядке? Что случилось? Точно не знаю! Самолет с чем-то столкнулся! Мы были в свободном падении! В обоих бортах пробоины! Боже мой! Стойте! Не надо! Что с ними? Не ходите! Стойте! Капитан мертв! Мы на автопилоте! Надо подать сигнал бедствия! Сэр! Сэр! Пристегнитесь! Эй! Той! Эй! 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 Ни на одном из международных каналов не было сигнала бедствия. Возможно, у них нет связи. Там произошла полная разгерметизация, Сэм. На такой высоте в воздухе меньше 1% кислорода. Почему же самолёт перестал падать? Может, в Каусе пилот успел переключиться на автопилот? Мэйтос сообщил, что они на своих местах. Полагаете, выживших мертв. Как это не печально, Сэм. Да, боюсь о ней. Они все мертвы. Дэвид! Дэвид! Дэвид, ты меня слышишь? Какой номер рейса? 52. Дэвид! Мэйдэй! 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 Это Pacific Global 52, как слышите? Вы что, пилот? Летал в двухмоторном самолёте. Мэйдэй! 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 Это Pacific Global 52, как слышите? Pacific Global головной офис. Карсон? Да, Джек, у тебя Рейс 5-2 до Токио. Сейчас. Да? Они не сообщили, где находятся? Да, точно пропустили отчёт. Мне связаться с ними? Подождём до полтретьего. Мэйдэй! 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 Это Pacific Global 52, как слышите? Мэйдэй! 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 Это Pacific Global 52, как слышите? меня. Шэрон! Шэрон, мне нужна помощь. Я помогу. Побудь со вторым пилотом. Если он очнется, начнет говорить, позовешь нас. Я не могу. Меня вообще не должно здесь быть. Отец не смог приехать, и мама сказала, съезди к нему сама. Это нелепая случайность. Ты права, но ничего не поделаешь. Сейчас мы должны помогать друг другу. Ты справишься. Держись. А если он умрет? Не умрет. Побудь с ним, посиди рядом. Его зовут Дэвид. Я скоро приду тебя сменить. Не бойся. Не отвечают? Как слышите? Нет. Если бы была связь, кто-нибудь да ответил бы. Ты разбираешься в этих приборах? Вы же пилот. В моем Скаймастере ничего подобного нет. Здесь все компьютеризировано. Все приборы здесь, но я не знаю, где. Надо связаться с тем, кто знает. Вот наша главная задача. Ясно. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Это Pacific Global 52. Ответьте же. Ни на одной частоте ничего нет. Следите. Да, сэр. Ничего, сэр. Оклендский центр управления скоро заметит, что потерял связь с самолетом. У нас есть протокол. Предлагаю классифицировать самолет как брошенное судно и действовать соответственно. Сбить пассажирский самолет не то же самое, что затопить бесхозные траули. Согласен, но следует принять во внимание факты. Никто из пассажиров не мог пережить декомпрессию. Самолет на автопилоте. Он будет летать, пока у него не кончится топливо, а потом рухнет на землю. Все так и произойдет. Мы уже допустили ошибку. И следует принимать поспешных решений. Помедление может стать второй ошибкой, сэр. И если корпус самолета будет обнаружен, все всплывет. Балентайн. Мне нужна карта океанских впадин на этом участке. Да, сэр. Не работает? Нет заряда. Вот мой. До ближайшей вышки две тысячи километров. Прием будет только у побережья. А что с радио? Не работает. Судя по всему, антенна повреждена. То есть мы совсем одни? Пока да. Эй, на помощь! Мы здесь! Помогите! Есть тут кто-нибудь! Эй! Никто не выжил. Нет. Сестричка, послушай. Иначе нас давным-давно услышали бы. В этой семье пессимист. Я, так? Я знаю, что все будет в порядке. Эй, слышишь меня? Уже еще лети. Мы все летим. Потому что все мертвые, Микки. И мы тоже. Пассивик Глобал, оклинский центр управления полетами. 52-й не сообщил свое местоположение. У вас есть связь с ними? Сейчас проверим. Джек? Оклин потерял контакт с 52-м. Проверь дата-линг, узнай, что происходит. Эй, Шэрон! Не знаешь, что это такое? Это дата-линг. Как я не подумала. Что? 52-й, ваше местоположение. Это Пассивик Глобал. Сан-Франциско? У них терминал диспетчерский. Мы можем передать сообщение. Что, серьезно? Напиши, что у нас случилось. Терпим бедствия. Мэй Дэй. Самолет поврежден. Радио не работает. Мы над Тихим океаном. Нужна помощь. 52-й. Сигнал бедствия получен. Оставайтесь на этом канале. 52-й. Пишите характер повреждений. Какая помощь необходима? Ваш запас горючего. Местоположение. Пиши. Первый пилот мертв. Второй пилот без сознания. Штурман исчез. Напиши, я пилот-любитель. Две пробоины в корпусе. Вероятно, взрыв. Полная разгерметизация. Живых три пассажира и бортпроводница. Остальные мертвы или в коме. Нужна помощь. Мягко сказано. Это Джонсон. Мистер Джонсон. Самолет терпит бедствие. Рейс 52 до Токио. Стратно. В каком он состоянии? Полная разгерметизация. Экипаж погиб. На связи бортпроводница и пилот-любитель. Они еще двое находились в зонах положительного давления. Причина бомбы? Возможно. Мы пытаемся собрать информацию. Пилот сможет справиться с остротом? Не знаю. Попробую помочь ему совершить поворот. Пробуйте, я буду вас через 20 минут. Слушайте внимательно. Мне нужна подробная карта с маршрутом 52-го. Расчет топлива и чрезвычайный план. Как можно быстрее работаем. Николс, где они находятся? Вскоре будут над впадиной Нельсона. Глубина 3 километра. С момента поражения прошло 55 минут. Ни курс, ни скорость не изменились. Полагаю, план действий всем ясен. Если ничего не предпринять, возможны новые жертвы. Особенно если в происшествии обвинят ВМС нашей страны. Вашингтон одобрил испытания. Мы должны опережать врагов по боевой мощи. Если ситуация будет развиваться неблагоприятным образом, мы утратим преимущества. Вы же понимаете. Я не согласен с вашей оценкой ситуации, но это ваш проект. Я не стану чинить вам препятствия. Я не буду в вашей оценке. Пос понял, сэр. Свяжитесь с Navy 3-47. Navy 3-47, ответьте. База, это Navy 3-47. Слушаю. Navy 3-47, говорит база. Вы должны подтвердить, что автопилот самолёта не функционален. Как поняли? Как поняли, Navy 3-47. Navy 3-47, задание понял. Иду на сближение. Джек, учитывая их местоположение, запас топлива манёвра нужно осуществлять немедленно. Посмотрим, что умеет пилот-любитель. Вы знаете, где находится управление автопилотом? Пиши «да». Знаете, что делать в случае сбоя автопилота? Не уверен. Но пусть высылают координаты. Попробуем. Вышлите координаты. Готовы совершить манёвр. Магнитный курс 80 градусов. Ну что ж, готовы? Держитесь. База, цель захвачена. База, цель поворачивает. Повторяю, цель поворачивает. Направление север. Скорость и высота прежние. Меняет курс на 80 градусов. Меняет курс. Получилось. Мы летим домой. Вот так. Вот так. Ещё бы посадить его. Отличная работа. Мы сделаем всё, чтобы вам помочь. Оставайтесь на связи. Он летит назад, Калифорния. 3.47, следуйте за объектом. Держать кабину в поле зрения? Нет, 3.47, держитесь в хвосте. Самолёт может быть нестабилен. Вас понял, держусь следом. Ничего не изменилось. Нет, всё изменилось. Выполнил поворот? Как по нотам. Подготовьте все данные через 5 минут. Страховая компания, главный офис. Говорит Мэтс. Это Уэйн Джонсон, у нас ЧП. Стратан. Надо найти воды. Нет, Шэрон, ты нужна мне здесь. Справишься сама? Да. Бортовая кухня, она слева. Понятно. Крепкая девочка. Да. Она крепче, чем кажется. Есть дети? У меня? Нет. Не нашла надёжного парня. Или времени. На них вечно не хватает времени. Главное постараться не слишком давить на них. Вы близки со своим сыном? Да. Да. Его мать умерла, когда ему было 4 года. Однажды просыпаешься и... А у них уже свои планы. Точно сказано. Мне надо научиться. Давать ему больше воли. У вас всё получится. Ну же, поговори с ним. Апка league. Точно. 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 Идите наверх, там безопасней Эми и Эрика Хотели сидеть ближе к экрану Мы поменялись местами Мы столько напланировали Волновались Когда они поздно возвращались Здесь была вся моя жизнь Мы возвращаемся в Санкт-Петербург Франциско Нам помогают с земли У нас получится Поднимайтесь наверх, ладно? Сколько у нас самолетов в воздухе? 18 Проверьте, все ли в порядке Все, кто не работает с 52-м, возвращайтесь на рабочие места Нам нужно разработать четкий план действий Спасибо Оклендский центр управления Я возьму Говорит Уэйн Джонсон Мистер Джонсон, это Марлин Копп из Окленда Каково положение с Pacific Global 5.2? У них проблемы с радиосвязью, мы общаемся только через Data Link А они летят назад Я сообщу детали, когда мы будем их знать Хорошо, сэр, мы будем ждать вашего звонка, благодарю вас Оставьте нас на минутку Через час весь мир будет дышать нам в спице Я хочу, чтобы они думали о самолете Они отвечали на звонки журналистов Как мы действуем? Он посадит самолет? Он любитель, но если повезет, шанс есть Он пишет, что кто-то из пассажиров находится в коме Это возможно? Не просто возможно, это неизбежно Кислородная недостаточность на такой высоте иначе и быть не могло А вы кто? Это Энн Мэттс, Beneficial Insurance Вы нас извините? Конечно Вот что произошло Мы останемся здесь База, говорит, Navy 347 Navy 347 база слушает Из самолета выпадают пассажиры и обломки 347, сохраняйте дистанцию Вас понял, держусь сзади Я не брошу жену Инструкция по приземлению Я должен посадить его по пейджеру Работаем над решением Почему Даталинк не вышел из строя? Работает через спутника, а не через поврежденную радиоантенну То есть никто не может отследить вашу связь? Нет, только маякабины Будет много жертв Но у нас есть шанс Так будет только хуже И по вам это ударит сильнее всего Список пассажиров Связаться с их родственниками Можно начать их перевозку в Сан-Франциско Так они стоят Я еще должен позвонить в Локленд Хочу убедиться, что мы делаем все правильно Прежде чем ставить всех в известность Ясно Что у вас на уме? Колодец когда-нибудь пересохнет Следите за мыслью Пилот-любитель управляет самым продвинутым самолетом в мире Возможно три сценария Первый Он падает в океан и все на борту погибают 102 выплаты по страховкам могу подсчитать сумму Не сомневаюсь Я работаю в такой области Где жизнь имеет твердо установленную цену Продолжайте Сценарий второй Мистер Берри роняет самолет прямиком в центр Сан-Франциско Погибнут тысячи людей Вас это не коснется Если он разрушит 10 кварталов В игру вступит Федеральная служба спасения Вы выйдете сухими из воды? Возможно И третий вариант Он успешно сажает самолет Тогда всем нам не позавидуешь Одно дело страховые выплаты Но тут мы получим полный самолет пациентов Которым требуется круглосуточная медицинская помощь До конца жизни Миллиарды долларов по искам Родственники жертв Боль и страдания Это не оплатить Сначала обанкротимся мы Потом они примутся за авиакомпанию Вы всегда находите чем расплатиться Не в этот раз Суммы слишком велики Pacific Global рухнет под весом этого самолета Он не должен сесть В нем живые люди Едва живые Я считаю, у нас есть шанс Топлива мало Как это возможно? Мы же летели в Токио Мы должны были лететь выше Там, где воздух более разряженный Здесь расход больше в три раза Не знаю, хватит ли топлива, чтобы долететь Не знаю А что будет с ними? Они что, такими и останутся? Не знаю, но им нужно как можно скорее оказать помощь Вы можете подключить других специалистов Но на это уйдет время Думаете, правление проголосует за такое? Сколько тысяч семей распадется, если Pacific Global закроется? Сколько жизней будет разрушено Из-за вашей нелепой надежды посадить этот самолет? Вы даже поговорить с ним не можете Он над Тихим океаном летит на шторм Скоро от вас ничего не будет зависеть Украинский центр на шестой Они ждут новостей Говорит Уэйн Джонсон Контакт с 53-м потерян Начинайте поисковую операцию Что? Когда это случилось? Pacific Global сообщил о потере Рейса 52 Начито поисковой операции Вот все и решилось Нет-нет-нет, если они найдут самолет Нас ожидает длительное и тяжелейшее расследование ВМС меньше всего в этом нуждается Ближайший авианосец Нимитс Они выпускают поисковиков Понадобится не меньше 75 минут Надо покончить с этим База говорит Navy 347 Подтвердите задание Navy 347 говорит база Задание подтверждаю Самолет считается неуправляемым Вас понял База говорит 347 Прошу разрешения прекратить выполнение задания Отказано Действуйте согласно приказу Повторяю Согласно приказу Нет, база Navy 347 не может выполнить приказ 347 это нарушение прямого приказа Думайте о последствиях Так точно, сэр 347 Самолет не управляем, вы понимаете? Нет, сэр Он терпит бедствие Он знает, что ему не грозит трибунал За отказ выполнять этот приказ Парнишка не намерен убивать еще кого-то Так же, как мы 347 Говорит адмирал Хеннингс Свяжитесь с Нимитсом Задание отменено Повторяю, задание отменено Вас понял, база Направляюсь к Нимитсу Удачи Адмирал, здесь командую я Я подниму другие истребители Не поднимите Вы дождетесь, пока Мэйтес приземлится на Нимитс И молитесь, чтобы он не болтал Нет гарантии, что самолет долетит до Сан-Франциско Наши проблемы утонут в океане Возможно Но это зависит не от вас И вы можете придумать любую историю Но я намерен доложить обо всем происшедшем Пентагону Нимитсу Мне нужны распечатки с даталинка в двух копиях. Одну отправьте в диспетчерскую службу, другая для нас. Собираю членов Совета Директоров. Я буду следить за даталинком, пока вы заседаете. Нет, сделайте копии, я сам с ними свяжусь. Если еще есть с кем связываться. Я не понимаю, спутник подвезти не мог. Нам бы сразу об этом сообщили. А раз даталинк работал раньше, он должен... Он не работает. Потому и нужна поисковая операция. Или вы хотите, чтобы пассажиры дожидались, пока мы найдем неполадки в нашей системе? Ясно. Вот так. Диспетчерам нужны распечатки. Все заняты делом? Они делают свою работу. Пока вы подготовите документы. Ищем решение. Наше последнее сообщение 52. Потом я инициировал поиск. Все по закону. Вы знаете, что делать. Я знаю, чего нельзя делать. В кабине сверхсовременного самолета. Вам приходилось летать в грозу? В крошечном скаймастере. Завидев такой, мы садились на ближайшую полосу. Здесь поблизости аэропорта нет. Да. Переоблететь, это могут быть сотни километров. А что, автопилот не справится? Если будет сильно трясти, он может отключиться. Придется управлять самому. Надо рискнуть. Да. Ладно. Что посоветует земля? Требуется инструкция по управлению. Вы готовы? Боюсь, что к такому нельзя быть готов. В зоне шторма, возможно, высокая турбулентность. Очень важно сместить центр тяжести, перекачав топливо из одного бака в другой. Что-что? Что-то не так? Если бы я знал, где баки. Не откликаются. Вам будет передохнуть. Спасибо. Я хочу, чтобы вы проверили остальные самолеты. Справочник зачем? Нас ждет пресс-конференция, хочу быть в курсе всех деталей. Кстати говоря, нужно подготовить отчет обо всем случившемся. Списать дежуривших, описание всех предпринятых шагов и ваши личные соображения относительно происшествия. Сейчас. Джек, вы сегодня были со старшего. Федеральные службы захотят знать, что и когда вы предприняли. Я уже начал составлять предварительный отчет. Лучше вам заняться тем же. По горячим следам. По следам. Ясно. Что творится? Сильно дорожишь работой. Что я должен делать? Чтобы тебе не упасть самому. В центре экрана дисплея четыре сенсорных панели. Положение топливного клапана. Так, нашел. Вот они. Отключите каждый из них. Что? Так написано. Все четыре? Попробую, посмотрим, что получится. Они ждут подтверждения. Хочу убедиться, что не напутал. Так, и что? Все? Это все? Это все? Нет, тут сказано переместить переключатель в положение аварийное питание клапана. Понял. Готово? Включить его. Включить? Что-то тут не так. Пускай подтвердят. Подтвердят. Включи же ты чертов переключатель. Они знают, что делают. Я бы тоже хотел знать, что делают. Включайте клапан. Включил. Ничего не меняется. Автопилот отключился. Беру штурвал. Что на альтиметре? Две тысячи девятьсот тридцать пять. Уже тридцать четыре. Говори, каждый сто пятьдесят метров. Две тысячи шестьсот. Они скоро упадут? Вы можете считать, что они уже мертвы. Тысяча четыреста. Надо запустить двигатели, не знаю как. Тысяча двести пятьдесят. Теряем по сто пятьдесят метров в секунду. Две минуты, надо найти зажигание. Где? Должно быть где-то близко. Не видишь? Это не то? Давай, включай все. Держитесь. Попробуй нас поднять. Пятьсот метров. О, боже. Держитесь, держитесь. Замедляемся. Включи форсаж. Вот он. Сто пятьдесят метров. Поднимаемся. Мы летим. Да, мы летим. Никак не выравниваем. Какая высота? Три пятьсот. На ней нас вёл автопилот. Да, пробуй. Ну, давай же. Вновь в надёжных руках технологий. Вы классный пилот. А ты классный второй пилот. 52-й, вы на связи? Ответьте. Сан-Франциско, что происходит? Что происходит? Мы живы. Не с твоей помощью. Отрубить топливо. Я что, идиот? Мы им там не нужны. Почему? Я не знаю. Наверное, не верят, что мы можем сесть. Может, кто-то напортачил, и они заметают следы? Вот что. Мне наплевать на их мотивы. Ясно одно. Мы сами по себе. Пусть думают, что мы мертвы. Выбирать не ищем. До Сан-Франциско 45 минут. Рано или поздно придётся взять управление на себя. Могу посадить нас на воду, тогда у нас есть шанс, но остальные пассажиры... Я хорошо знаю зону аэродрома. Если видимость будет ясной, я доведу нас до аэропорта. Ты знаешь, как добраться до аэропорта? Да. Хорошо. Сначала надо позаботиться о пассажирах. Миллер, вышли. Хорошо. Дай мне последние координаты 52-го. Скоро будем дома, любимая. Миллер, вышли. Дамы и господа. День был тяжёлый. Сейчас я веду вас курс дела. Большинство из вас знакомых с Эн Мэтс и с Бенефишл. Она расскажет о ситуации с компенсациями. Картина мрачная. Автопилот доведёт нас до радиомаркёра, потом я возьму штурвал. Будь я профессионалом, я бы пролетел над Сан-Франциско до Окленда, развернулся и сел на одну из полос бухти. Вот так. Боже, задачка. Посадка в Сан-Франциско считается одной из сложнейших. Я должен лететь над миллионами людей, плюс боковые ветра залива. То есть мне это не под силу? А если сесть без разворота? С самолёта нужно много места для остановки. Даже опытным пилотам ядра охватает длины полос Сан-Франциско. Если пролетим дальше, окажемся в заливе. А если не остановимся вовремя, врежемся прямо в новый торговый центр. Ну ладно. Веди нас до аэропорта. Будем снижаться на аэродрому залива. Согласны? Я да. Как они узнают про нас? Мы вот-вот появимся на их радарах. Узнают, когда пролетим у них над головой. Видим Pacific Global 52. Сейчас освободим для него воздушное пространство. Вас поняла. Принимаем его. Вот и наш самолёт. Я знал, что они живы. Управление полётами. 52-й готовится к посадке. Очистить все полосы, подготовить спасателей. На случай, если упадём в воду. Отличная идея. Держите. Знаешь, доказать, что кто-то пытался нас убить, будет почти невозможно. Смотрите. Здесь все сообщения, отправленные с начала полёта. Ты не шутишь? Фантастика. Ну-ка, передай мне фонарик. Никаких данных о бомбе у нас нет. Судя по всему, 52-й упал в результате механических поломок. Или конструктивных дефектов. В этом случае ответственность ложится на инженеров. 52-й приближается. 52-й летит сюда. Вы знаете, что делать. Готово? Да. Поехали. Да, ветра ощущаются. Боюсь, проблема не в них. А в чём же? Называется демпфер-рысканье, и он предотвращает колебания. Когда автопилот не работает, его нужно включать вручную. Он же был включён. Система отключилась, когда мы завели двигатели. Или из-за замыкания. Не знаю. А если мы его не найдём? Колебания усилятся. Крылья будут ходить ходуном. На высоте с этим можно справиться. При заходе на посадку куда сложнее. Мы можем задеть крылом о землю? Лучше поищем демпфер. Тут нигде не написано про демпфер. Может, он на панелях, которые не включились. Экраны не горят, но, возможно, они работают. Трогать их слишком рискованно. Пристегнитесь. Будем садиться без демпфера. Джек! Странная траектория. Не так плохо для любителя. Он нашёл радиомаркёр, направляется к нам по прямой. Раз так надо, освободи, тем больше места. Ребята, десятая полоса. Выключите огни на всех остальных. Покажем им дорогу. Они нас видят. Подготовили полосу. Шарам, давай цифры. 900 метров. Они на предпосадочной прямой. Ну, вот и вы. 820 метров. Хорошо. Выравнивай. Какая неожиданность, да? Слишком высоко. 150 метров. Держитесь. Ну вот, садимся. Держитесь. Держитесь. Мне нужно будет вылететь. Держитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы целы? Да, да. Я спускаю трап. Надо вытащить их отсюда. Как им это удалось? Они не сдались. Мы нашли еще живых. Быстрее, вы должны выйти отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасатели и пожарные уже работают. Пострадавшие будут доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Им ведь можно помочь? Одним да, другим нет. Безоборудование сказать трудно. Ты в порядке? Да, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джон, мы здесь. Все хорошо? Да, как вы? Я в норме. Видели Дэвида? Все будет хорошо. Пока не ясно, что именно произошло на борту, но посадка самолета... То, что можно смело назвать чудом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, есть и другие самолеты. Он любитель, и он пережил серьезный стресс. Доказательств нет. Никто ему не поверил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу показать вам. Это с даты Линка? Все переговоры. Подпортим кое-кому настроение. Еще бы. Сейчас, одну минутку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не теряйтесь. Да. Алло. Что ж, нас ждут первые полосы. Да уж. Тогда пойдем. Хорошо ты летел. Что? Ты обещал позвонить, когда приземлишься. Ты это видишь? Вы на всех каналах, пап. Ты не представляешь, как я рад слышать твой голос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА